Всем здравствуйте! Меня зовут Ирина Цвинкаева, я SMM-специалист, а еще я соучредитель компании комплексного интернет-маркетинга Odisseo, и еще я с радостью преподаю в компьютерной школе на курсе SMM и на курсе основы SMM. И еще я веду телеграм-канал по SMM, поэтому если сегодня в конце моего выступления вы поймете, что вам обязательно нужно войти через SMM, обязательно подписывайтесь, там много полезной информации для SMM-специалистов. Ну, давайте разбираться, кто такие SMM-щики и всем ли нужно в SMM, кому нужно, кому точно не нужно туда идти. И давайте с вами поговорим и обсудим, SMM это круто или SMM это не круто. Ну и в конце я бы хотела с вами поговорить о том, сколько может зарабатывать SMM-специалист. Ну, давайте начнем. Где можно работать SMM-специалистом? Там у меня здесь нулевой слайд, потому что мне сказали, можно до пяти слайдов, а у меня немножко больше мне пришлось подпасовать нумерацию. Ну и так, где можно работать SMM-специалистом? Это может быть специализированное SMM-агентство, то есть когда вы приходите и вокруг вас сплошные SMM-щики, которые ведут SMM-проект. Как вариант, можно устроиться в агентство комплексного интернет-маркетинга, потому что SMM это один канал из большого количества других каналов комплексного интернет-маркетинга. Поэтому можно прийти в такое агентство полного цикла и заниматься там исключительно SMM. Можно пойти в компанию и быть ин-хаус SMM-щиком, работать в отделе маркетинга и развивать какой-то конкретный бренд или какую-то конкретную компанию. Ну и тоже, мне кажется, это одно из преимуществ SMM-специалиста, можно вести проекты на аутсорсе, на фриланс. То есть вы можете брать небольшие, маленькие, среднего размера проекты и самостоятельно их вести на фриланс. То есть вариантов, где можно работать SMM-специалистом, масса. Дальше давайте обсудим, какие бывают SMM-специалисты, потому что SMM-специалист под этой специальностью подразумевают несколько подспециальностей. Введение социальных сетей здесь у нас есть SMM-щики, которые называются контент-менеджеры. То есть уже по названию понятно, что эти специалисты создают контент. Если в душе вы творческий, креативный человек, то наверняка профессия контент-менеджера SMM-щика вам очень даже и подойдет. То есть создает контент-менеджер контент, он даже может самостоятельно фотографировать, если такая договоренность есть, он может легко обрабатывать в определенных сервисах изображения, создавать креативы. Есть такие контент-менеджеры, которые создают несложные видео, анимацию. Есть контент-менеджеры, которые вместе с тем совмещают и написание текстов, то есть копирайтинг. Они создают контент для социальных сетей целиком и полностью. Ну и, конечно же, планируют публикации и коммуницируют с пользователями, которые являются подписчиками или потенциальными клиентами. Ну, здесь основными качествами или, можно сказать, талантами, которыми должен обладать этот специалист, он должен быть разносторонне развитым, так как тематика проекта может быть различной. У тебя может быть завод бетона, у тебя может быть медицинская компания, может быть продажа сумок, может быть иллюстрация. То есть могут быть как романтичные, так и не очень романтичные тематики в проектах. Поэтому ты должен быть разносторонне развитым человеком, чтобы вникнуть, проникнуться и полюбить этот проект. И уже быть в своем роде специалистом в этой тематике. Конечно же, чувство стиля. СММ-специалист всегда креативный. И его чувство стиля и чувство меры должно немножко останавливать от своего рода трэша в социальных сетях. Он должен понимать, что интеллигентно, что стильно, что допустимо в работе с брендом. Поэтому грамотная речь очень важна для СММ-специалиста-контент-менеджера, особенно если он самостоятельно пишет контент, тексты для социальных сетей, либо он ставит техническое задание копирайтеру, а потом проверяет. В любом случае он будет участвовать в коммуникации с целевой аудиторией, поэтому очень важно, чтобы он это делал грамотно. Поэтому контент-менеджеры, СММ-щики, они читают книжки. Это круто. Быть опытным пользователем социальных сетей и любить, искренне любить социальные сети. То есть если вас тяготит листание сториз в Инстаграм, если вы не знаете, как отметить кого-то на фотографии, вам будет тяжело с этим работать и получать от этого удовольствие, то потому что СММ-щики, они всегда в социальных сетях, поэтому они должны любить это делать и по работе, и вне работы. Ну и если когда-то вы классно фотографировали или увлекаетесь этим, или закончили курсы фотографии, тогда вы сможете даже дополнительную услугу предложить. Вы можете ходить к клиенту и снимать контент, то есть сделать изображения, короткие видео, самостоятельно создавать контент для вашего клиента. То есть за это отвечает контент-менеджер. Давайте дальше разбираться, кто еще у нас есть в СММ-щиках. Это таргетологи. То есть однозначно это более техническое направление. Оно связано с настройкой, запуском рекламы и отслеживанием эффективности с работой в аналитике, поэтому здесь у нас должны быть специалисты с аналитическим складом ума. То есть если вы хотите в СММ, но вы любитель технических знаний, вы любитель цифр и анализа, то, возможно, вам подойдет именно профессия таргетолог. Что входит в обязанности? Разработка рекламной стратегии, настройка и ведение рекламных кампаний, ну и анализ результатов и составление отчетностей. Я здесь указала только какие-то базовые. Конечно, обязанности могут включать значительно больше пунктов, так могут и исключать некоторые из тех, которые я указала. Это очень, скажем так, приблизительно. Для таргетолога важно умение работать в рекламном инструментарии. Там не только в Фейсбуке, но также еще в инструментарии Гугла, в Google Analytics. Поэтому для таргетологов, мне кажется, немножко более высокий порог входа в СММ. Здесь нужно выводение и знание инструментария рекламы. Нужно быть системным и педантичным, очень аккуратным и с высоким уровнем личной ответственности, потому что таргетинг – это у нас про клиентские деньги. Нужно очень ответственно к этому относиться. Вы можете работать вначале не с очень крупными бюджетами, но по мере вашего карьерного роста вы придете к большим проектам, к ответственным бюджетам, ну и также ответственно должны к этому относиться. Есть такое понятие, как руководитель СММ-проекта. То есть он самостоятельно, возможно, ничего и не делает, но он прорабатывает стратегию и коммуницирует либо с подрядчиками, либо с другими специалистами уже более узкой специализации. Чаще всего такое бывает в больших крупных компаниях или вот в СММ-агентствах, там, где каждый процесс дробят по специализации. То есть уже не самостоятельно контент-менеджер создает этот контент, а отдельно есть копирайтеры, которые пишут тексты для публикации в социальных сетях, отдельно есть фотографы, которые работают по техническому заданию и фотографируют для социальных сетей. Отдельно есть дизайнеры, которые обрабатывают эти изображения, создают анимацию и, ну, скажем так, уже более профессионально выполняют каждую услугу отдельно. Здесь очень важно, что руководитель СММ-проекта, он хорошо понимает и разбирается в каждом направлении и должен грамотно, технически грамотно и точно поставить задачу каждому уже специалисту узкой направленности. Он обязательно разработает стратегию, да, как руководитель, он проникнет в суть и разработает стратегию. Дальше он поставит техническое задание фотографу, копирайтеру, дизайнеру, он будет разрабатывать стратегию и рекламные кампании, и следом ставить техническое задание таргетологу. Обязательно в его функции включается контроль за эффективностью продвижения проектов в социальных сетях. Он должен уметь анализировать, и этот анализ служит ему основой для корректировки стратегии. То есть здесь уже более такой высокий уровень понимания социальных сетей, то какое место социальные сети занимают в комплексном интернет-маркетинге, и мне кажется, что это следующая ступень развития СММ-специалиста, это руководитель СММ-проекта. Конечно, организаторские способности одно из первых качеств, которыми он должен обладать, кроме всего прочего, он должен быть системным, педантичным, он все продумывает наперед, но он тоже должен быть творческим и креативным. По сути, основную идею придумывает именно он. Вы знаете, как и в любой профессии, у нас есть люди-оркестры, которые делают абсолютно все. Они берут на себя все обязанности, за все отвечают, ну и ведут проекты либо на аутсорсе, либо в компании. Если вы когда-то видели такие даже интересные открытые вакансии, когда СММ-специалист должен не только отвечать за СММ, но еще немножечко верстки, основ программирования, и, пожалуйста, пусть он одной рукой запустит рекламу Google AdWords, да, и не забывайте, мы еще полиграфию делаем. Пусть он же баннеры делает для социальных сетей, и что ему мешает напечатать флайеры для нашей компании. Да, есть такие люди, но качественно делать все направления, да, и такие творческие, как создание контента, продумывание стратегии, и такие точные и технические, как таргетинг, мне кажется, человек должен быть слишком уникальным, чтобы прекрасно делать все, да. Ему еще и никаких нервов не хватит на это, поэтому таких людей очень мало, они обычно очень нервные, и им тяжело в жизни, их нужно пожалеть. Не рекомендую вам выбирать СММщиком, быть СММщиком, который делает абсолютно все. Давайте обсудим, почему СММ круто, и почему СММ не круто, да. Я считаю, это мое мнение, что это сравнительно легкий вход в IT, да. Кто-то из вас может сказать, Боже, СММ это вообще не IT, кто вы такие? Нет, мы тоже немного IT, вот. Поэтому относительно легкий вход, да. То есть, если вы разносторонний человек, любите учиться, у вас уже есть какие-то таланты, талант журналиста, талант фотографа, талант что-то придумывать, то тогда вы можете достаточно легко войти в СММ. Постоянное развитие и обучение не будут прекращаться никогда. То есть, чем более опытным СММ-специалистом вы становитесь, тем больше инструментарий вам хочется попробовать, тем какие-то новинки вы хотите внедрить в свой проект, и вы начинаете чат-боты, а может быть маски в Инстаграм, а может я пойду и пройду курс дизайна, чтобы понимать, почему наш сайт не конвертит, да. То есть, дальше, дальше, дальше и особо опытные и те специалисты, которые любят учиться в СММ, вырастают даже в интернет-маркетологов, когда они начинают понимать связь с другими инструментами, постоянно учатся, уходят, скажем так, больше в стратегию и в руководство интернет-маркетинга, в принципе. Можно работать удаленно, и это тоже сейчас большой плюс. Во-первых, ситуация сегодня, да, с тем, что у нас карантин, для СММщика нет никакой проблемы, если его проекты работают, работать удаленно. Также это большой плюс для женщин, которые сидят в декрете, для женщин, у которых есть другая работа, для мужчин, которые в этот момент чему-то учатся, да. У нас на курсах были даже моряки, которые хотели совмещать рейс и СММ, СММ. Поэтому, да, небольшие проекты можно совмещать с другой работой, с воспитанием детей, с обучением. Вполне это возможно. Если проект большой, он требует максимального количества времени, максимального погружения, и его с другими работами или другой деятельностью совмещать очень сложно. То есть работать, брать проекты как дополнение какой-то основной работы, можно только маленький. Сейчас спрос со стороны бизнеса на СММ огромный. Огромный. То есть вот приходят студенты на курс, и им только стоит сказать, я иду учиться продвижению в социальных сетях. И сразу же знакомые, родственники, друзья говорят, о, мне нужна помощь, помоги мне продвигать социальные сети. Сразу же находятся люди, которые готовы вам дать потренироваться на их проектах. И тут сразу же вытекает следующая из этого, следующая причина, почему СММ это не круто. Вы знаете, бизнес сейчас обесценивает, часто обесценивает работу по продвижению в социальных сетях. Я нередко слышу фразы, в принципе, я и сам это могу делать, только у меня нет времени. То есть люди считают, что если у них есть социальные сети, они все об этом знают, и они уже, наверное, в этом эксперты. И большая проблема работы в СММ, что все считают себя экспертами. Да? И есть такой эффект велопарковки на атомной станции. То есть когда на совещании очень быстро, 10 минут обсуждали строительство атомной станции, потому что это очень сложно, никто в этом не разбирается. И потом всю оставшуюся часть совещания все и очень громко обсуждали, какая должна быть велопарковка на атомной станции. То же самое каждый день я встречаю с социальными сетями. И руководитель компании, который клиент, и говорит, я ничего не понимаю в социальных сетях, уже завтра начинает вам корректировать публикации, говорить, какой должен быть цвет на фотографии и вообще какие цвета должны быть в анимации. Да? То есть сразу же уже дает замечание и комментарии. То есть люди достаточно слабо разбирающиеся в механизме, в инструментарии вам будут сразу указывать, что и как делать. это очень тяжело. В крупных компаниях за это отвечают проект-менеджеры, которые на себя берут коммуникацию и убеждают, нет, правильно, вот так нужно делать именно так. Но иногда нет выхода, нам приходится прислушиваться к тому, что хочет клиент. Вот такой эффект велопарковки в социальных сетях. Вы сразу же, только начните вести проекты, сразу же с этим столкнетесь. но профессия интересная, творческая, динамичная, и если вы человек, который любит коммуникацию, творческий, вам все интересно, я считаю, вам стоит попробовать. Она очень азартная. Она очень азартная, если вы любите онлайн-игры. У вас есть ваш бренд в социальных сетях, и вы прокачиваете своего персонажа, да, и каждый день мониторите, ну как, у него стало больше скиволов, сколько у меня там подписчиков, дальше сколько конверсий, сколько заказов, это очень азартно. Вообще, интернет-маркетинг очень азартная сфера в IT, поэтому я вас приглашаю попробовать, если вы этого хотите. Ну, и теперь, сколько может зарабатывать СММ-специалист. Опять, я здесь даю цифры на основании, скажем так, того, с чем я сталкивалась, с проектами, с которыми я сталкивалась, как фрилансер, когда что-то вела на фрилансе, как специалист, который работает в компании, и как преподаватель, который ведет на курсах и сталкивается с компаниями, которые берут на работу студентов наших, да, поэтому эти данные которые я сейчас покажу основаны именно на этом. Конечно, это не жесткие какие-то цифры, да, вот так и никак по-другому. У меня есть примеры, которые эти цифры нарушают в том числе, но в общем тенденция такая, как на следующем кадре. То есть, если вы джуниор-специалист, начинающий СММ-щик, вы можете претендовать на зарплату от 5-7 тысяч гривен, да, да, я даже знаю, что в некоторых компаниях стажировки есть неоплачиваемые, грустно, не грустно, ситуация такая. Мидл-специалист будет претендовать на зарплату от 10-15 тысяч гривен. Все зависит, конечно же, и от человека, и от уровня его знаний, а также от требований, от требований, которые выдвигает компания. Синьор-специалист уже может спокойно претендовать на зарплату от 15-20 тысяч гривен. Я пишу от, да, потому что у меня есть знакомые синиоры, которые получают значительно больше, если компания крупная, если это известный украинский бренд, либо же это компания международная. Здесь, конечно же, будут другие цифры. Я вам говорю про компания среднего уровня. Если вы ведете проект на английском, много споров и много комментариев было уже сегодня про английский в IT. Английский в IT это всегда ваш козы. Всегда. То есть рано или поздно, если сейчас у вас немножко плохо с IT и вы в процессе работы над этим навыком, вы поймете, что лучшее знание английского языка всегда будет открывать дополнительные двери, вы получите дополнительные возможности и в заработке в том числе. Поэтому ведение здесь написано на английском, но вы можете вести французский и испономовный проект, и это тоже будет стоить всегда дороже. Но если вы ведете проекты на фрилансе, здесь вообще дикий запах. Вот серьезно, я не пишу ноль, но поверьте, и такие цены тоже есть. Давай ты поведешь мой проект сначала бесплатно, и если у нас все сложится, я начну тебе платить деньги. О боже, никогда на такое не соглашайтесь, если вы готовый специалист. Любая работа должна быть оплачиваемой. И поэтому даже если это первый ваш проект, и вы все равно выполняете работу, вы тратите свое время, силу и энергию, и это должно стоить, пускай даже не в рыночном уровне. Опять-таки, проект на фрилансе стоит 3-5 тысяч. Смотрите, я не указываю, какой проект. То есть, если это какой-то маленький проект, вы делаете 5-6 публикаций в месяц, это одно. Если вы делаете 10 публикаций и ходите фотографировать 20 stories, это совсем другое. Если вы готовите публикации каждый день, конечно, это будут совсем другие деньги. Но вот примерно на фрилансе проект стартует от 3-х до 5-ти тысяч. Есть тоже мои знакомые, мои коллеги, которые прекрасно зарабатывают, работая фрилансером, и которые ведут, сколько, вот тоже хороший, часто мне задают вопрос, сколько может специалист вести проекты. в зависимости от размера проекта вы можете вести от 3-х до 8-ми проектов. Да, вот это тут и отличные работоспособности, вдруг у вас помощники какие-то есть, поэтому в принципе работа СММщика и доход СММщика может сопоставляться. Мы в Одессе живем, поэтому, знаете, у нас такое мерило давнее с работой моряка. То есть в Одессе у нас считается, что круто зарабатывают моряки. Ну, вот я считаю, что специалист, профессионал СММ, специалист может зарабатывать как моряк, почему нет? Спасибо. Спасибо вам большое за внимание. Я останавливаю демонстрацию и еще раз хочу сказать, что если вас заинтересовала профессия СММ-специалиста, вернитесь к первому слайду. Я могу сбросить или Настя сбросит и подпишитесь на мой телеграм-канал, где я помогаю СММ-специалистам разбираться с работой в СММ. СММ-специалистам СММ-специалистам